Ставим солнце. Короче, мне надо с Клэдзем поиграть на первом боссе и на этапе чистки конфлюктов. Короче, скажешь, когда ставить, да? Не-не-не, это только мне надо с солнцем играть. А-а-а! Вы можете что угодно делать. А, черт возьми. Это что, видео по экзотам Варлока? Нет. Ладис и джентльмен, Варлоки. Эх, да, припозднился я с этим видосом, затянул. Но ведь Варлоки никак не отстают, надо, говорят, топ экзотов под наш класс и всё. Так что, давай, устраивайся поудобнее, без долгих предисловий сразу к делу. Одним из главных экзотов твоего Варлока должен стать Протокол Феникс. Тело, которое поможет тебе откатывать твой кладезь света быстрее, если ты и твои напарники убивают врагов, находясь в твоём расколе. Чем больше убийств из Раскола, тем больше тебе вернётся суперэнергии. Этот экзот просто жизненно необходим на активностях с командой, вроде Сумрачного Налёта или Рейда. В случаях, когда вам нужно захватывать какие-нибудь точки или оборонять территории от толпы врагов, это просто незаменимый инструмент. Обязательно выбивай этот экзот как можно скорее. Другой экзотик, который также улучшит свойства твоего Раскола и будет крайне полезен на рейдах к фазе урона по боссам – Сапоги Лунафракции. Этот экзот тебе следует надевать всякий раз, когда вы собираетесь взять пару слаговых дробовиков для урона по боссу, ведь именно благодаря ему дальность стрельбы оружия не падает, а скорость перезарядки будет улучшена. Тот же принцип работает и с усиливающим расколом, кстати говоря. Для соло-игры экзот будет полезен едва ли, но вот в команде, повторюсь, вас точно могут попросить надеть Лунафракции на тот или иной этап. Для одиночек же в сегодняшнем списке тоже найдется полезный экзот. Взять, к примеру, Дух Противоречия, которые помогут варлокам в пустотном подклассе спамить гранатами направо и налево. Заряженная пустотная граната имеет шанс восстановить часть энергии гранат в зависимости от количества пораженных противников. Плюс, когда вы заряжаете эту самую гранату, вы получаете бонус к устойчивости, довольно ощутимый, а значит, можете перенести больше урона при прохождении активностей в соло. Не зря же ужасный эзотерик так часто пользуется этим экзотом в своих соло-видосах. Еще один экзот, который работает по принципу «надел и заработало» — геомагнитные стабилизаторы. Или проще — геомагнитки. Сапоги, которые используют каждый второй варлок в PvP. Ведь они позволяют до смешного сократить скорость восстановления супера. Да и в PvE, кстати, тоже пригодятся, чего уж там. Как только вы накопите три четверти вашей суперэнергии, последнее деление заполнится практически за мгновение, если вы будете бежать. Притом, бежать можно и на месте. Да. Ваш луч смерти готов. Ультуйте, потом отключайте его прямо во время ульты, повторно нажав кнопку активации ульты, и сохраняйте тем самым часть супера. Ждите чутка и снова заполняйте последнее деление до ульты с помощью особенностей экзота. Ну не волшебно ли? Очень частая ульта. Что может быть лучше вообще? Еще один экзот, который можно надеть и никогда больше не снимать — «Поперечные шаги». Эти чудо-ноги увеличат вашу скорость бега, а также перезарядят все ваше оружие во время спринта. В ПВП до того, как я пересел на геомагнитки, я эти сапоги просто обожал. Ну и в ПВЕ этот экзот упрощает жизнь во много раз. Забыть о перезарядке — это же... Это же мечта. Да еще и маневренность персонажа увеличивается. Однозначно, один из лучших экзотов в качестве пассивного улучшения. Кстати, есть у нас еще один новый чудо-экзот — «Сапоги-транслятора». Крутейшие ноги, которые я уже показывал в отдельном видео. Экзот плотно завязан на саппорт-способностях Варлока. При использовании классовой способности, то есть раскола, вы будете создавать вокруг себя сферы. Они будут находить ваших напарников и либо увеличивать их урон, либо восстанавливать здоровье. Экзот круто подойдет для использования в сезонных активностях, вроде «Взлом», которые проходятся большими командами и где так много врагов. Каждый раз, когда ваша сфера, тут они называются «Искателями», будет... ...находить союзника, действие вашего раскола будет продлеваться. Получить этот экзот можно только пройдя в соло «Затерянный сектор» на сложности «Легенда» или «Мастер», когда в наградах указан экзот «Ноги». Ну и... Седьмой экзот. Грех Назарека. Убийство пустотным уроном увеличивает скорость восстановления способностей. Нужно ли говорить, насколько эффективна такая особенность для зачистки того же «Затерянного сектора» или «Арены с мапсами»? На этом экзоте можно завязать пару билдов, даже на тех же самых всратых стихийных колодцах, которые я ругал в недавнем видосе про эти моды. В сочетании с эффектом поглощения из нижней ветки пустотного варлока вы перезарядите свои способности за несколько секунд. Но, кстати, не обязательно играть пустотным подклассом. Пустотное оружие тоже считается и активирует баф от шлема. Хорошо, восьмой экзот. Последний. Змеевидный аспект. Эти перчатки тоже наделяют вас пассивным эффектом. И может быть, кто-то бы сказал, что он не так важен. Но я бы поспорил. Основной перк этого экзота увеличивает скорость обращения с оружием, скорость перезарядки, а также дистанцию атаки ближнего боя. Для PvP этот список действительно внушительных улучшений может очень помочь. Особенно учитывая то, что в этом сезоне понерфали перк «Быстрое извлечение» и убрали его с нескольких любимых дробовиков. Перчатки косвенно возвращают его на ваше оружие. Плюс увеличена дистанция милишки варлока. Это тоже весьма сильный инструмент. Особенно в какой-нибудь пустотной ветке. На этом пока закончим. В комментариях вы найдете еще охапку сообщений о том, как же я мог забыть про этот экзот, про другой, про корону бурь, еще что-нибудь. Но в видео я рассказал о наиболее полезных экзотах, которые новый игрок может получить, надеть и сразу почувствовать эффект. Не забудь поставить лайк за столь ожидаемый ролик варлок. Это очень поможет продвижению видео. А я пока прощаюсь. Спасибо за просмотр. Удачи!